Зачем нас снимать? Мы не можем больше жить с Западной Украиной просто в одной стране, потому что они цинично убивали нас все это время. Оксана Лазовская перебралась в этот лагерь вместе с пятью детьми и тремя внуками. Рассказывает, что в лагере их приняли хорошо. Но после переезда из родной Горловки у них ничего не осталось. Инвалиды, детки маленькие, всем нужна помощь. Всем, каждому нужно питание, что ж ты, ну аж не наберешь, они ж и так питаются от того, что люди дадут. Гуманитарная помощь. Много помогают нам. Наряду с другими регионами России руку помощи протянула и Чеченская республика. Помощь от главы Чечни Рамзана Кадырова беженцам из Украины оказывается не в первый раз. Несколько тонн продовольствия, это рис, мука и растительное масло, отправляется в Симферополь на двух груженых фурах. Все расходы оплатил благотворительный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова. Через сутки колонна с гуманитарным грузом уже на месте. Хотим поблагодарить Чеченскую республику сегодня в очередной раз. Мы с не словом, а делом доказали сегодня, привержены своим принципам, тому, что надо оказывать помощь нуждающимся. И огромная благодарность чеченскому народу, руководителю Чеченской республики Рамзану Ахмадовичу Кадырову. Он подтверждает свои слова конкретными делами всегда. Сергей Аксенов также подчеркнул, что сотрудничество с Чеченской республикой будет продолжено. Спортивные и художественные коллективы из Крыма в скором времени отправятся с дружеским визитом в Чечню. А государственный ансамбль «Война» устроит бесплатное представление для жителей полуострова. У нас будут, во-первых, Дни культуры Чеченской республики в Крыму и Дни культуры Крыма в Чеченской республике. Ожидается выезд, я думаю, после 13-го числа, после 14-го в Чеченскую республику. Перевозку груза курировало Министерство по национальной политике, внешним связям, печати и информации. В первые дни известных событий в Украине Рамзан Ахматович Кадыров одним из первых издал указ о создании республиканской комиссии по оказанию помощи республике Крым. В рамках этого указа осуществлена гуманитарная миссия. Продовольствие на месте распределяется в отсеке для разных лагерей. Сотни беженцев получат свою помощь уже в эти дни. Хотелось бы выразить слова благодарности Владимиру Владимировичу Путину, Рамзану Кадырову. Я не знаю, сколько средств просто расходуется на это все, ребята. Людям, которые поддерживают нас, привозят нам гуманитарную помощь, помогают своими средствами. Все, что они могут, все нам привозят. Спасибо огромное от души. На местах расположения вынужденных переселенцев постоянно дежурить в центре медицинской и психологической помощи. Реакции, с которыми сталкиваемся мы, их множество. Это и стероидные реакции, и агрессивные реакции, и реакции депрессивные. Потому что люди не знают, что будет в будущем, что их ожидает. Каждая из них ждет помощи со всех сторон. В том числе и гуманитарной помощи. Она поступает. Мы за все люди благодарны. То, что касается психологической обстановки на сегодняшний день, она достаточно благоприятная. Это не первый и не последний гуманитарный груз от регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. Глава Чечни пристально следит за тем, чтобы необходимая помощь беженцам из Украины поступала регулярно по мере необходимости. Ситуацию, в которой оказались вынужденные переселенцы, Рамзан Кадыров назвал хорошо знакомой чеченскому народу. Хамзат Аюбов, Амир Тагаев, Иваха Кантаев. Новости.